Разве вы не видите? Они повсюду! Они везде! Разве вы не видите? Прямо под вашим носом! Они были здесь всё это время! Они все заодно! В тени, в темноте! Но сейчас они находятся на самом видном месте! У нас, под носом! Разве вы не видите? Они повсюду! Вы не видите? И так, друзья! Вот они, эти два кусочка инопланетного стекла! До сих пор ещё горячие! Уже остыли, правда, маленько! Но, так, по ощущениям, градусов, наверное, 40! Они поглядяче, чем человеческое тело! До сих пор ещё тёплые! До этого были горячие! Видео, кстати, с места событий! Я удалил с канала! Выложил сначала, потом удалил! Образно сказать, короче, был на рыбалке! Увидел вспышку в небе! То есть, это такой звук, как будто, как ракета или что-то такое! Вспышка! Ну, взрыв какой-то такой непонятный, короче, звук! Вспышка в небе! И что-то полетело такое большое в сторону! Ну, где-то в километре примерно от меня! Вот! Ночью это было! Я с фонариком, короче, туда побежал! На это место! Там ещё какой-то мужик бежал! Тот же, ну, где-то летатель рядом сидел! Тоже с фонариком видел, бежал там мужик! Добежали до места! Там вертолёт прилетел! Значит, надо этим местом кружить! Короче, вертолёт потом улетел! И минут через 10, наверное, приехали! Короче, увидел картину! Дым, свист такой, как будто, что-то, я не знаю, там... Из маленькой дырочки давление, как будто херачит большое! Прям такой прям... Тонкий-тонкий звук! Вот, постепенно этот звук утихал! И такое ощущение, что, знаете, как на кораблях переводят с контейнера! Вот такое ощущение, что контейнер лежит такой вот, раздавленный, такая вот, какая-то непонятная форма лепёшка! И какой-то, как дым или пар, ну, не дым, потому что дым долго, как бы, идёт, да, и это... Ну, вот, там, улетает по ветру, или ещё... А это над землёй, так, метров 4-5, наверное, так вот, раз, и всё, и расходится! Хотя ветра, вроде, не было, но, как бы, столба дыма не было! Вот, короче, говоря, там, ну, похоже, что пар! Вот, лежала эта конструкция какая-то, непонятная... Сбили дать её вертолётам, военные, наверное, вот, сбили её вертолётом, и переехали вот эти вот машины. Пока машины подъезжали, я на полянку, на эту вышел, на место, где вот, место крушения, земля спахана, ну, так, как бы, как будто протащили что-то по нему, ну, вагон тот же самый, да, вот такой, с вещами волоком протащили, как бы, ну, трава так скошена, И какие-то обломки валяются, вот, короче, два стёклашка, вот, валялось, и ещё обломочек. Сейчас, где он у меня? Вот такой вот ещё, вот такая вот штучка. Монетки положил, чтобы фокус лучше ловил, а то из фокуса вылетает. Вот такая вот непонятная штучка, ну, это, как стекло, не стекло, не знаю, оно, оно обычное, холодное, остренькое, а у этой, у этих, какие-то круглые такие края непонятные, такое ощущение, что оно не, ну, как будто не стекло, и оно до сих пор ещё горячее. Прошло уже 4 дня, а оно до сих пор ещё горячее. Сегодня уже шестой день, получается, и стекло стало такое, ну, комнатной температуры, чуть-чуть, может быть, теплее, чем комнатная температура, но уже такое же, практически. Ну, в общем, остыло, остыло. Как бы, вот, вот так. Блин, вообще тяжело поймать этот блик. На телефон я так и не смог его нормально заснять. Вот, примерно вот так. Ну, думаю, понятно, да? Больше таких, каких-то рисунков там, что-то подобное, я уже не видел здесь ничего такого. Только вот этот вот. Шары какие-то полукругие тут, точки какие-то. Пальцем ничего не ощущается, как будто внутри стекла. Смотрите. Видно, нет? А теперь, смотрите, прикол. То, что глазом это не видно. Нету ничего. Подносим. Вот оно. Так, я, короче, сейчас ближе схожу, посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Люди! Не знаю, как там, видно, не видно, но на экране как бы ярко, плохо вижу, но вижу. Убираю стекло. Оп! Вот стекло. Оп! Видели такое? Он даже двигается. Да, двигается потихонечку. Вот такая вот... Вот они. Вот они, два шара. Тарелочка и два шара. Даже не заметил во время съемки, когда я снимал, что там что-то мимо пролетело. Потом уже люди сказали. Ну-ка вот. Очень, очень замедленно. Один другого чуть-чуть опережает. Ну, скорость большая и, видимо, далеко. Ни звука никакого я даже ничего такого не заметил. Еще раз. Вот такая вот херня. Блядь, еще два! Два, два, смотрите, два! Последние пару дней езжу по городу и ничего поймать не могу. Сколько не смотрел, сколько не снимал, бесполезно. Сейчас я вам покажу еще одну штучку, которую я заметил в этом стекле. Без комментариев. Уп! 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 Субтитры подогнал «Симон»! Зажигалочка с пезоэлементом в стекло. Охренеть! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну что, дети рода человеческого думали, что все? И я так думал, пока не заметил во время монтажа одну очень весомую деталь. В этом ролике с 70 тысячами просмотров на 51 секунде происходит следующее. Только смотри внимательно. Он смотрит через стекло и видит тарелку. Вот он снова опустил и поднял стекло. Теперь меняется фон у неба и тарелка пропадает, но при этом стекло он не опускал. И далее, о чудо, он снова поднимает стекло, которое до этого забыл опустить. Объясни стекольщик, как такое возможно? А пока он думает с ответом, ты, мой любопытный зритель, как всегда не оставайся равнодушным. И проходи по ссылке в описании к ролику, для того, чтобы ответить на единственный вопрос. Так что же, все это качественный спектакль или реальная история? Ты, конечно, спросишь меня, зачем я сделал этот ролик? В общем, дело было так. Я спокойно занимался творчеством и создавал очередную главу нового сериала. И тут мне присылают ссылку. А я, как человек, хочу все знать. Заинтересовался сим вопросом. И было дело поверил. Подумал тогда, надо, чтобы больше человеков узнало об этом. И отложил в сторону то, чем занимался. Ваяю теперь, значит, про стекло. И в процессе обнаруживаю такое. Хотел было свернуть проект, но в итоге завершил. И к утру сделал, как сделал. Творческий процесс знаешь или? А ты напиши в комментарии о том, что думаешь по этому поводу, мой благодарный зритель. За сим говорю тебе, Будь предельно внимателен и бдителен. Не засыпай на ходу. И смотри не только в экран своего гаджета, но и по сторонам. А лучше в небо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok